Типы оптических дисков Что ж, дорогие друзья, в данной главе мы с вами поговорим о записи дисков и о создании образов. Вы узнаете, как производится запись на диск, какие инструменты для этого нужны, и как правильно записывать диски с разными материалами. Но обо всем по порядку. А сейчас, во вступительном уроке, я бы хотел поговорить о типах оптических дисков. О том, какие они бывают. На самом деле, разновидностей дисков достаточно много. Мы поговорим о наиболее популярных из них. Что ж, поехали. Первый тип диска, который вы должны знать, это, конечно же, CD. CD диски бывают двух типов. CDR и CDRV. Первый тип дисков, а именно CDR, предполагает однократную запись. То есть, такой диск можно записать только один раз. Стереть с него информацию и записать заново уже нельзя. У дисков CDRV присутствует такая возможность. То есть, на диск формата CDRV вы можете записать какую-либо информацию, потом при необходимости очистить его и записать снова. Стандартный CD диск может включать в себя до 700 МБ информации. По нынешним меркам это достаточно мало. Поэтому сейчас все в основном используют другие носители. В частности, речь идет о DVD дисках. Наверняка вы о них слышали и не раз. DVD диски бывают следующих типов. Уже знакомый нам вариант DVD-R и DVD-RV. Диск DVD-R подходит для однократной записи, а DVD-RV, соответственно, для многократной. DVD диски вмещают в себя значительно больше информации. Каждый из них способен вместить в себя до 4700 МБ, или 4.7 ГБ. Разумеется, для чтения и записи DVD дисков требуется и соответствующий дисковод. Но, как правило, это не проблема. Сейчас все современные компьютеры оснащены DVD-приводами. Кстати говоря, в вашем компьютере также установлен DVD-привод. Иначе, если бы у вас был обычный CD-дисковод, вы бы просто не смогли открыть данный видеокурс. Но давайте возвращаться к типам дисков. Помимо маркировок DVD-R и DVD-RV, вы сможете встретить DVD-R или RV. Чем же отличается DVD-R от DVD-R? На самом деле данный вопрос ставит в тупик даже многих опытных пользователей. Так как при работе с обоими форматами они не чувствуют никакой разницы. На практике так оно и есть. Отличия минимальны. Формат DVD-R чуть новее формата DVD-R. Диски DVD-R обходятся чуть дешевле в производстве. И с точки зрения записи на них информации, они более правильно построены. Однако на практике эти отличия практически незаметны. Это мелкие детали, на которые можно вовсе не обращать внимания. Так что можете смело пользоваться дисками как DVD-R, так и DVD-R. Практически все приводы поддерживают сразу оба формата. Также на прилавках магазинов вы сможете встретить DVD-диски с добавкой DL. Это означает, что диск двухслойный и вмещает в себя в два раза больше информации. Не 4,7, а 8,5 гигабайт. Что ж, а мы движемся дальше. Следующий тип дисков это Blu-ray. Бывают они следующих типов. BDR и BDRE. Тут все как обычно. BDR однократная запись, BDRE многократная. Однако вы могли заметить то, что диски Blu-ray могут включать в себя гораздо больше информации, нежели обычные DVD. Стандартный Blu-ray диск вмещает в себя 25 гигабайт информации. Как правило, на такие диски записывают фильмы в высоком качестве. Разумеется, для чтения и записи Blu-ray дисков нужен специальный дисковод. И кстати, к слову о дисководах. Если в вашем компьютере установлен Blu-ray привод, то он сможет читать и Blu-ray диски, и DVD диски, и обычные CD диски. Если же у вас установлен DVD привод, то он сможет читать DVD диски и обычные CD диски. Но Blu-ray диски он уже не сможет ни читать, ни записывать. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый последующий стандарт дисков и дисководов поддерживает все предыдущие. Имейте это в виду. Возвращаясь к Blu-ray дискам, можно сказать, что они также бывают и двухслойными. Если на диске есть добавка DL, это означает, что он двухслойный, и может вмещать в себя аж до 50 гигабайт информации. Согласитесь, это очень неплохо. Что ж, помимо CD, DVD и Blu-ray дисков, есть и другие форматы. Однако, они используются довольно редко, и скорее всего, вы с ними сталкиваться не будете. Самое главное, это запомнить наименования CD, DVD и Blu-ray дисков. В дополнительных материалах к данной главе я прикреплю эту картинку, для того, чтобы вы могли пользоваться ей как памяткой. Что ж, а на этом данное видео подходит к концу. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...